Да, можно, пожалуйста, по последней книге, в процентном соотношении примерно вот эти психотипы, они как представлены? Ну, сейчас мы не знаем, потому что современных исследований нет. Генш тогда говорил, что большинство, вот в Веймарской Германии, собственно, S-культура породила S-тип. Ну, точнее, S-тип породил S-культуру, меньшинство, которое пробралось в эти социальные институты, в науку, в культуру, в литературную критику и так далее. Это, кстати, и в этой книжке тоже об этом говорится. Здесь как раз описывается та самая S-культура в Веймарской Республике. Тогда он говорил, что большинство за S-типом, и наше дело оздоровить общество, причем оздоровить и физически, и психически. Физически это избавиться от тех болезней, которые способствуют слому психики. Психически это постараться, чтобы S-типы не проникали на руководящие должности и не воспроизводили ту самую S-культуру, которая калечит все вокруг нас. Поэтому какое соотношение, мы не знаем. Кроме того, нужно сказать, что не все так вот прямо идеально просто. Есть как бы S-структура, есть в каждом из нас. Мы можем себя поймать, ну, например, такое проявление, на котором я сам себя поймал. Есть вещи, которые я делаю с удовольствием. Но если мне сказать, сделай это в императивном порядке, то у меня всякое удовольствие пропадает, и я уже не хочу это делать. Вот это как бы признак S-структуры в моей психике. Но если вы ловите такие вещи, то вы начинаете осознанно подходить и стараться в самом себе воспитывать неприятие этих структур психики. И тогда вы подкрепляете интегративные структуры, и тип. Вы в себе его начинаете воспитывать. Или если система воспитания так построена, что она подавляет S-структуры, выделяет и поддерживает, поощряет и структуры, значит, это правильная система воспитания. Насколько сейчас, ну, трудно сказать, надо исследования-то проводить. Кто это сделает, я не знаю. Может, книжку вот выпустим, появятся такие психологи или психотерапевты, которые этим займутся. Продолжение следует...